Знаете, что вот это такое? Это антология онлайн-игр, в которую включаются такие игры, как World of Tanks, Dota 2, Need for Speed World, Warface, ну и Minecraft. Знаете, что общего между ними? То, что они все бесплатные. Все они находятся в свободном доступе, и вы можете скачать их. Кроме этого, что касается Dota, они просто установили туда Steam. Просто установили Steam. И добавили в описании. Скачайте Dota 2. Браво! Знаете, я очень сильно ругался на Counter-Strike, потому что, ну, там было очень много евреевства. Но, мать его, это вообще не просто перешагнули в порог. Засунуть бесплатные игры и продать это за 150 рублей. Вот это правда наглость. Вот сейчас мы там видим какой-то диск и тому подобное, верно? Если они настолько евреи, они спокойно потом смогут там продавать коробки с говном. И это будет просто ужасно, просто ужасно. Такой дикий кошмар. Меня весит просто навсего эта игра. Просто, пираты, идите нахер. Но сегодня мы не будем рассматривать эту игру. Мы посмотрим вот это. Ой, в смысле, вот это. То бишь, игры на Sega. Да, пираты добрались даже до туда. И скажу вам по секрету, они стоят намного дороже, чем игры для PC. Да даже для PlayStation 2. Почему? Ну, потому что, давайте по часаку. Пираты любят, не знаю, нажиться на нашей ностальгии. И за это, конечно, мы их вообще не любим. Начнем с самого первого. Call of Duty Ghost. Нет, серьезно. Sega Call of Duty Ghost. Дело вот в чем. Это, конечно, не код. Это Time Tracks. Или Time Tracks. Ну, не придирайтесь, я умственно отстал, и мне можно. Игра, которая сделана по мотиву сериала. Очень, между прочим, крутого и популярного. Суть которого заключается в том, что преступники из 22 века вернулись в 20-е, чтобы совершать преступление, а за ними был послан полицейский. И то же самое находится вот в этой игре. То есть не в Call of Duty Ghost, а в Time Tracks. Потому что это вот там. Самое интересное, что описание написано совершенно другое. Хоть на скринах у нас находится Time Tracks. Вторая игра, на самом деле, намного честнее с нами. Конечно, это Assassin's Creed Black Flag. И первым делом мы видим, конечно же, это. Есть даже надпись New, что, в принципе, и обозначает новый, и означает то, что, возможно, игра действительно была сделана специально для платформы Sega. Но не то, что было. Когда мы вернем игру, мы увидим игру Light Crusader, которая, в принципе, известна многим. Даже я в нее в детстве играл, она действительно офигенная. И в отличие от Call of Duty Ghost, здесь даже написано описание этой игры. Правда, когда мы допустим игру, мы увидим заставку Assassin's Creed. И, в принципе, на этом закончится упоминание о ней в этой игре во время запуска. Клево. Блин, ну может быть, тоже сделают подобную игру? Там, не знаю, Dota 2 на Sega сделать и продать за 500 рублей. Я думаю, кто-то купит же. И, наверное, единственная игра, которая просто оказалась дичайшим дерьмом, это Наруто. Нет, вы не поняли. Это не игра Наруто. Но прежде чем сказать, что там внутри, я упомяну то, что в интернете существует огромное количество флеш-игр, которые спокойно можно портировать на Sega и придавать за ту же самую стоимость. И они будут достаточно крутыми. Но то, что засунули сюда, меня крайне удивило. Знаете, фильм Karate Kid. Ну да, кто-то про сенсей, такого узкоглазого, который еще спасался его будущего ученика от гопников. Так вот, это она. Только урезанная. Грубо говоря, в оригинале вы сможете сыграть за троих персонажей. То есть у вас представляется выбор. Здесь такого нету. Только один. И все. Кроме говоря, здесь нет никакого сюжета, в отличие от, ну, как вы понимаете, оригинала. Мы просто запускаем игру. У нас есть что-то вроде Наруто был учеником деревне. Это должны знать все. Кто не знает, тот пидар. И, в принципе, все. И нас пускают играть. Наш главный герой даже не рыжеволосый, как вы понимаете, Наруто. Ну, он не рыжеволосый, он блондин на самом деле. Стоп. Ну, что, реально блондин? Я 4 года думал, что Наруто рыжий. Он блондин. Он, что, реально блондин? Блин, я 4 года... А, он просто в рыжем комбинезоне ходит. Я 4 года думал, что Наруто рыжий. Я 4 года думал, даже не 4. Я 4, я когда 2007 года думал, что Наруто рыжий. Я всем говорил, знаете парня рыжего Наруто? А Наруто не рыжий. Я даже играл в Наруто, я думал, что он рыжий, а он не рыжий. Ну, просто у меня этот, телевизор был странный. Перепутался все. Не надо меня в этом винить. Не забывайте, что я умственно отстал, и так что меня не надо в этом винить. Ну, даже несмотря на это, там главный герой будет не блондином, а брюнетом. Так что, в любом случае, я не виноват. И у него будет не рыжий комбинезон, а желтый. Kung Fu Panda 2. Наверное, единственная игра, которая более-менее считается настоящей из всего, что пока что у нас было представлено. Почему? Нет. Игра не настоящая. Как вы понимаете, это не порт с геймбоя, не порт с кого-нибудь Дэнди или Нинтендо. Это у нас реальная игра на Сегу, которая, в принципе, является игрой на двоих. Хотя здесь указано, что, конечно, один. Ну, потому что это делали пираты, конечно, всем насрать абсолютно. И, грубо говоря, игра называется в оригинале, если я не ошибаюсь, Brutal Fury Pause. Или пауз, как-то так. Ну, и, как вы понимаете, эта игра является хаком. То есть, переделкой. Ну, как все до этого. То есть, ну, до этого, единственное, где что-то пытались изменить этого Наруто, потому что там было в начале какое-то предисловие. И тут. То есть, у нас здесь есть описание персонажей, которые, в принципе, в какой-то мере относятся к вселенной Kung Fu Panda. То есть, у нас даже есть панда к счастливому случаю создателей этого картриджа. И его просто, грубо говоря, всю его историю переименовали на историю панды По. Он даже не похож на По близко, но это По. Со всеми остальными персонажами то же самое. Как Файдинг, могу сказать, что он вообще крайне дурацкий. То есть, достаточно нажимать пока одну кнопку. То есть, если вы... Даже если вы хотите попробовать это ради прикола, я вам не советую никак. Это просто полнейший ужас. Можно убивать противника, лишь нажимая одну и ту же кнопку. Шрек, на самом деле, единственная игра, которая представляет из себя саму себя. Но, конечно, этот диск, который, я хочу напомнить, что стоит 250 рублей, и эта игра не работает. Но я все-таки не удержался и посмотрел на Ютубе то, что она из себя представляет. И знаете, лучше бы я это не видел. Пиратские игры на Сега бывают нормальными, даже если это пиратские. И тут скрывать нечего. Например, Аладдин 2 достаточно прикольный, потому что его портировали. Конечно, он напоминает самого первого Аладдина, потому что это и есть самый первый Аладдин. Но все равно, ну, неплохо, скажем так. Что касается Шрека 2, существует отличная версия на Game Boy Advance. Почему нельзя портировать ее на Сегу? Вот этого я не понимаю. То есть ребята делали до этого подобное. Тут не решились. Почему? Неизвестно. Ну, потому что я увидел в этой игре она крайне неинтересна. Она напоминает, на самом деле, Чипа Дейла. То есть, если бы я увидел Чипа Дейла в роли Шрека в данном произведении, искусства, если так можно выразиться, я бы, наверное, даже слова бы не сказал. Но, видишь, Реков подобного в подгузниках это, извините-ка, но жесть. И это стоит 250 рублей. То есть, для справочки, я забыл об этом упомянуть, игры на Сега, вот подобные игры, и вот подобные игры стоят порядком, мать его, 250-200 рублей. То есть, даже дороже, чем игры на дисках для PC. То есть, понимаете, эти грязные ублюдки наживаются на нашем чувстве ностальгии. И последняя игра из всего, что мы здесь вообще видели, это «Пираты Карибского моря» на странных берегах. Русская версия. Это игра, которая стоит 200 рублей, ну просто, чтобы вы понимали. И она из себя представляет вот это. Вот это. Вот это. Вы даже не поймёте, на первых минутах, где вы. Это реально игра, где вы можете играть, конечно, двоих. Если будете играть вдвоём, вы, конечно, наверное, найдёте, кто из вас кто. Из своей памяти я не помню, что это за игра. Просто, что это за морской бой? Просто, кто здесь пират? Кто здесь кого убивает? Почему нельзя было называть игру не «Пират Карибского моря», а, например, ну не знаю, ну как-нибудь типа «Морской бой», например? И всё бы ничего. Но игра начинается реально как «Пират Карибского моря». То есть здесь всё относится к Джеку Воробью, кроме самой игры. Это странно, но это так. И у нас даже есть прикольный выбор персонажей, типа «За кого ты хочешь сыграть за Джека Воробья или за компанию?» Ну, конечно, за компанию! Но эта штука вылетает ещё каждые мать его две минуты. Каждые две минуты эта мразь вылетает в «Пираты Карибского моря». Каждые две минуты. Ладно, на этом мой список игр сегодня закончен. Ну, а мы пойдём делать то, что вы предлагали в комментариях сделать с прошлым, ну, участником, можно сказать так, нашего проекта. Ну, а пока что вы можете написать, что делать уже с этими катрилиджами для Сеги. В комментариях, разумеется. Ну, помните, там, не знаю, сжечь, выкинуть, закопать, продать с гопником, отдать в храм, ну, любой ваш вариант. А мы отправляемся на кухню. Ну, вот он, антология Контер-Страйка. Правда? Забавная штучка. Так вот, я вам помню, я просил вас в комментариях написать то, что надо сделать с этой игрой. И вы это, конечно же, сделали, за что вам, конечно, спасибо и огромный вам плюс. Ну, а комментарий, который я выбрал, был от Андрея. Извините, помню, я не нападу, я не могу вырубать, лучше отдыхаться не буду. И он предложил разогреть здесь на сковородке. Так что у меня есть тут сидят голодные друзья и, по-моему, им надо поесть немножко говна. Ну, почему бы и не? Слушайте, ты, может, я тебе отдал, а это вкусно пахнет? Анюхайте, я серьезно говорю, вкусно пахнет. Что это было, мама? Я позвался. Вы видели это? Ну вот, ребята, на этом сегодня все. Вот так у нас получилось, кроме того, что мы посмотрели игры, у нас получился вот такой вот, ну, неплохой иск, за который вы, конечно, можете поставить лайк, потому что это, реально творение кулинарии крутое. Не то, что там делают всякие муссы завороженные. Вот это я понимаю круто. Ну, а, ребят, на этом все. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и оставлять ваши комментарии. А я с вами прощаюсь, желаю вам удачи, здоровья, играйте в хорошие игры. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok